Сегодня у нас с вами речь пойдет о таком замечательном смартфончике как Redmi 6A А, не, это не он, сорянчик Вот он Согласитесь, их очень легко перепутать, да? Так вот, когда вы берете этот смартфон в руку Действительно такое ощущение складывается, что это не бюджетник Потому что основной корпус выполнен в таком же исполнении, как у того же Redmi S2 А как вы знаете, Redmi S2 стоит в районе 10 тысяч У нас в России в районе 14 И бюджетным его назвать, конечно, можно, но с натяжкой Ну, как бы мы привыкли видеть такие скрипящие самсунги за 4 тысячи Ну, и называть их бюджетными Здесь же мы видим, что корпус, конечно, сделан из пластика, но абсолютно монолитен То есть никаких посторонних звуков не будет Вы его держите в руках, ощущаете, да, действительно, это стоящая вещь Больше скажу вам Недавно у меня на обзоре был Pocophone F1 Так вот, Redmi 6A абсолютно ничем не дешевле И как бы в руке лежит так же круто, как и Pocophone, который стоит на секундочку 24 тысячи В отличие от Redmi 5A, у Redmi 6A вы можете увидеть большой вытянутый экран Как называет это Xiaomi, безграничный экран Ну, как вы можете заметить, границы есть, и они такие существенные довольно Но если сравнивать с тем же, например, Mi 8, то рамки у Mi 8 ненамного уже Несмотря на то, что это черная версия Еще изменения коснулись, конечно, аппаратной части Тут у нас вместо привычного Snapdragon 425 установлен MTK Helio X22, по-моему, называется он Ну, по поводу этого процессора я не могу ничего сказать Потому что по ощущениям он как не уступает, так и не лучше, чем тот же Snapdragon, который был до этого В обычном использовании это все тот же Redmi 5A Основные приложения, которыми вы будете пользоваться, социальные сети, YouTube, все работает так же неплохо Есть разделение экранов, и в отличие от Redmi 5A Я не знаю, как на данный момент, но тогда, когда он у меня был, он работал на MIUI 8, 9 Здесь же у нас установлена самая последняя MIUI 10 Она вот только-только прилетела Работает на этом смартфоне, в принципе, безупречно Если вы не хотите портить себе впечатление о данном телефоне Я ни в коем случае не советую вам включать функцию безграничный экран Это когда вот эти вот кнопки пропадают, и вы остаетесь наедине, так сказать, с этим экраном Почему я не советую включать? Потому что смартфон начинает лагать Как и любой бюджетный Xiaomi, который использует данную функцию Например, в обзоре Redmi Note 5A, который тоже есть на канале, вы можете это увидеть Я уже про это рассказывал, но тот телефон как бы стоит в районе 10-12 тысяч А здесь мы имеем телефончик за 6-7 тысяч Выходим, лагает Открываем, например, YouTube Закрываем YouTube Лагает Причем очень существенно То есть я советую не пользоваться этой функцией, пока они не реализуют ее должным образом Включаем стандартные кнопочки Также изменения коснулись основной камеры смартфона Вот мы можем увидеть, какие снимки можно сделать на данный телефон В принципе, детализация снимков неплохая для бюджетки, так скажем Например, вот здесь вот можно рассмотреть мелкие детальки какие-то, но это опять же идеальные условия для съемки Тут у нас светлый день и никаких проблем для обычной камеры нету Что касается съемки в помещении, то тут уже все не так просто Фотографии ребенка, которого невозможно уловить и сфотографировать, абсолютно ни одной резкой детали на фотографии нету То есть очень сложно сфотографировать что-то хорошее на эту камеру, когда вы дома там, да То есть дома даже не стоит пробовать это делать Да, фотографировать документы на нее можно Также на фронтальной камере есть функция размытия И в принципе селфи получаются неплохими детализированными Для данной цены это вообще-то круто И как бы видите, что боке отрабатывает очень даже неплохо Матрица у смартфона HD+, никаких претензий к ней абсолютно нету Из плюсов также можно отметить его аккумулятор, он работает действительно долго Это ощутимо, потому что если сравнивать, например, с устройствами от Apple, то тут вообще небо и земля Также здесь смартфоны не выпилили всеми любимый мини-джек То есть этот телефон, как бы можно сказать, универсальный такой смартфончик Настоящая лошадь рабочая, которую не жалко с собой взять куда-нибудь работать на стройку и прочее Конечно, говоря о его производительности, лукавить я не буду и скажу честно Тут ничем особенным даже не пахнет Потому что вот пока я сейчас пытался запустить этот Asphalt 9 Я думал, что я чокнусь, потому что это действительно очень долго И вы можете видеть, что он вот все еще загружается Никаких чудес от смартфона за эти деньги ждать не стоит По-моему, то, что Asphalt вообще запустился, это уже чудо Давайте посмотрим, как происходит у нас геймплей на данной модельке смартфона В принципе, все ожидаемо, играть абсолютно невозможно Телефон безбожно лагает Вообще никакой хорошей частоты кадров вы здесь не увидите Играть в такие игры на данном смартфоне бесполезно абсолютно То есть он подойдет для каких-то простецких игрушек Что-то наподобие Angry Birds и тому подобное Вот вы видите, что он даже очухаться не может после того, как я асфальт закрыл То есть какой-нибудь Hill Clean или Smash Hit вы сможете поиграть на данном смартфоне Естественно, у этого смартфона нет NFC Xiaomi у нас вообще не любители устанавливать NFC в свои гаджеты Из-за этого они, грубо говоря, теряют огромную долю рынка Потому что, например, Honor в своих бюджетниках предлагает NFC И тем самым завоевывает сердца российских покупателей В общем-то, вердикт по смартфону такой Это классный телефон за свои деньги, в принципе 6000 за данную модельку отдать можно Он выполняет все основные нужды Можно отвечать на сообщения, общаться в соцсетях Смотреть ролики на YouTube Делать какие-то простые офисные задачки Ну да, без игр, да, без хорошей камеры Ну что вы хотели за 6000? Я напомню, что, например, у айфонов, у новых только чехол стоит в районе 6000 А тут как бы целый смартфон Поэтому давайте, ребята, отталкиваться от бюджета И не просить от смартфона каких-то сверхъестественных возможностей Спасибо всем большое за просмотр Это был мой краткий обзор и мнение по поводу смартфончика Redmi 6A В принципе, его можно купить себе как запасной, ребенку Или, например, своим родителям Отличный вариант, подарок Он выглядит солидно и не стыдно, так скажем В отличие от таких бюджетников, как Home Tom, Yumi То есть вот этот второсортный подвальный Китай Это реально классный телефон за свои деньги 5000 из него отдать не жалко Мне очень приятно, что вы реагируете как-то на мои ролики Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, ставьте дизлайки Оставляйте комментарии Расскажите, что вы думаете по поводу данного смартфончика И стоит ли делать обзоры больше на бюджетные модели Или же прильнуть больше к топ-сегменту Спасибо всем большое еще раз Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok